Я Холина Людмила Анатольевна, представитель инициативной группы села Клещевка. Обращаюсь лично к Роману Викторовичу Бусаргину с просьбой навести порядок в водоснабжении нас питьевой водой, соответствующим всем санитарным требованиям. Дело в том, что наша речка Елшанка на 75% состоит из того, что она пополняется атмосферными осадками и за счет талых вод. Хочу заметить, что в нашей реке Елшанке вода техническая, производится водозабор без всяких фильтров. Вода после дождей и весной идет черная, что просто постирать невозможно. Но это бы еще полбеды, как говорится, но летом, когда она пересыхает в ручеек, не хватает и этой воды. Питьевую воду мы возим с города Саратова. Есть у нас банкомат с водой, где 5 рублей за литр. Но, извините, в наши зарплаты в среднем 20-23 тысячи, 5 тысяч за куб, это очень дорого. Это только попить, но нам же нужно еще и постираться. Поэтому просим вас разобраться в данной ситуации. Мы знаем, что в 2021 году судьей Передреевой было вынесено решение, чтобы нас обеспечили водоснабжением соответствующим санитарным нормам. Но это так не было сделано. Данная ситуация с водой не только у нас в одной Клещевке. Также Свинцовка остается без водоснабжения. Вольновка, станция Шевыревка и Тарханы тоже. Нас 5 сел, куда мы только не обращались. Везде идут отписки, жалобы на то, что нет в бюджете денег. Мы вошли в очерту города. Поэтому у нас просьба, не посчитайте нашу просьбу предвзятой. Можно же нас к водоканалу отнести? Водоканал смотрим, едем в город, мы все работаем в городе. То там ведутся работы технические, то там водоводы ремонтируют. Неужели нас нельзя внести в зону обслуживания водоканала? И платежи-то в городе гораздо дешевле, чем у нас. У нас сколько девочки сейчас платешь за воду? 35 рублей 80 копеек за куб. Ну, получается, мы находимся в черте города. Нас присоединили, чтобы город посчитали городской агломерацией. Но никаких плюсов мы от этого не почувствовали, только минусы. Автобус у нас стоит до Сенова 120 рублей. Транспортные студенческие карты не действуют. Автобус ходит только три раза в сутки. Ну, как-то не по-человечески получается. Прибавили нам налоги, увеличили плату за электроэнергию и газ. А никакого сдвига в наших жилищных условиях, в нашей среде обитания, как любят говорить у нас некоторые представители власти, улучшить среду обитания. Нам ее только ухудшили. Ну, на этом у меня все. Меня зовут Магомедова Ольга Олеговна. Проживаю я в селе Клещевка. Ну, здесь в основном у всех так. То есть мы сами. Дома у нас двухэтажные. То есть они когда-то были... То есть там был и слив, и вода. Но было время, что все это уничтожилось. Мы сами копали слив, провели воду. Когда особенно грязь, дождь, вот весна, снег тает, все идет в речку. Помыться невозможно, не постираться, ничего. Да, и в речке действительно она мелеет, воды не хватает. Летом практически ее не бывает. Бывает, что прям вот включаешь душ, она черная, черная идет. Продолжение следует...